добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку и потихонечку вот всякий раз убеждаемся что интернет работает что люди какие-то будут присоединяться поэтому вначале какие-то общие слова наверное ну вот наступил новый месяц у нас месяц хишван вот поеду солдат косо смотрит ну значит вот есть значит если будут какие-то проблемы связанные со звуками еще с чем-то вы мне напишите здесь я буду вот это все отслеживать я вот поставил микрофончик у меня какой-то есть здесь значит все должно быть слышно значит наступил новый месяц хишван мы еще называем марки шланг горький хишван ни одного праздника у нас не будет в этом месяце но месяц как месяц важный месяц наверное всякие месяц у нас важные вот закончились праздники наши большие поэтому будет какая-то пауза мы начали вновь годичный цикл чтения тары вот в эту субботу уже будет вторая глава глава ноах но и глава очень интересная глава в которой описаны две очень серьезные катастрофы имеется ввиду всемирный потоп и строительство вавилонской башни я вот о чем хочу с вами поговорить вы знаете жизнь человека и наверное все человеческое общество она зиждется на двух очень важных понятиях очень важных которые на самом деле как бы являются критерием любой жизни и регламентируют жизнь я имею ввиду о двух таких понятиях как хорошо плохо 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 хорошо ну и параллельно можно говорить о том что такое добро и что такое зло но это уже в дальнейшем да вот что такое хорошо и что такое плохо вот вы наверное помните как великий советский поэт маяковский об этом рассказывал там было четко и понятно вот вот это хорошо а вот это плохо в жизни все гораздо сложнее и что такое хорошо что такое плохо надо в этом разбираться и конечно же люди хотят чтобы в их жизни было больше того что называется хорошо и меньше того что называется плохо и так попытаемся разобраться в том что такое хорошо на иврите тоф и что такое плохо на иврите ра тоф вера мы естественно нам помогут на нашем деле тексты тары именно тара на эти тексты мы будем опираться и их обсуждать с тем чтобы может быть до чего-то додуматься все эти дни творения с первого по шестой день творения всякий день ну кроме второго дня всевышний обозревал то что он делал ну и подводил итог и увидел что это хорошо на каждый день увидел что это хорошо во второй день ничего не сказал зато в третий день сказал дважды что это хорошо хорошо и хорошо и хорошо исходя из этого мы можем делать вывод то то что вот происходило то есть вот он гармонизировал создавал гармонизировал отделял выделял вот это он считал что это хорошо и после того как и на шестой день был создан человек всевышний написано посмотрел на все что он сделал включая человека и сказал очень хорошо то вновь и как ни странно наши мудрецы комментируя вот это толпы вот очень хорошо заявляется такое заявление делают очень парадоксальная то мы вот это значит плохо когда он говорил хорошо то это было хорошо а когда сказал и очень хорошо и очень хорошо это плохо знаете парадоксальность мышление она всегда приятно заявлять какие-то очень резкие неожиданные вещи на самом деле это как-то так стряхивает отрезвляет уровень звука очень низкий всем шалом уровень звука низкий я не знаю у всех низкий звук или нет я пытаюсь второй наушник ставить так больше меньше не знаю пожалуйста откликните сесть и действительно уровень звука низкий может надо громче говорить и так значит когда всевышний говорил хорошо 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 наши мудрецы и комментаторы были спокойны когда он сказал очень хорошо они тут же на это отреагировали сказали очень хорошо это плохо но и заметьте это произошло после того как он создал человека то есть видимо создание человека как венца творения ну разрушила всю эту гармонию которая была до этого и человек внес в это дело свою лепту значит понятие плохо возникает на самом деле на шестой день творения хотя слова ра ра возникает позже возникает позже возникает позже потому что даже когда всевышний говорил плохо человеку быть одному плохо он говорил нехорошо он не употреблял плохо он говорил лотов нехорошо плохо видимо впервые возникает тогда как появляется вот дерево древо познания добра и зла да это то в гора вот слова ра плохо вот как раз связано вот с этим вот запретом с этим древом познания добра и зла и тут возникает вот понятие ра и когда человек приступает этот запрет то есть съедает этот плод вот этот вот ра появляется проявляется ну видимо а ему нужно было проявиться если бы ему не нужно было всевышний ну как так придумал бы по-другому значит это ра приходит в этот мир с поступком человека вместе с ним приходит и смерть в этот мир человек становится смертным и в этом видимо вот какое-то зло человек усматривает которого он видимо каким-то образом хочет избежать действительно ли плохо плохо действительно ли хорошо хорошо а плохо плохо вот в этой главе как раз предыдущий конец предыдущей главы и начало нашей главы как раз с этим связано вот смотрите в конце главы берешит сказано так и увидел всевышний что увеличивается плохость да раба раат увеличивается зло раба раат хадам баарис то есть человек увеличивает зло на земле вот это вот плохо оно начинает увеличиваться сейчас пока это слово не очень понимаю что такое потому что слово плохо было связано только созданием человека и но это было скрыто там и с древом познания добра и зла некой противоположность там было так вот написано в конце главы что увидел всевышний что увеличивается вот эта вот плохость на земле и написано так веколь ей царом ахшавот либо и все побуждения мысли сердца его только к плохому о мы с вами обнаружили место где это плохое находится то есть если раньше плохое было вот в древе познания добра и зла вот там было плохое с хорошим то теперь мы говорим что меня плохое это а мысли сердца вот есть маша вот либо то есть мысли сердце его и там находится вот это вот ра сердце связано с эмоциональной нашей жизнью до мысли сердца то есть наши эмоциональные желания ведь они как-то так вот по крайней мере по тексту наши эмоциональные желания содержит вот это вот ра то что мы потом переведем как плохо и в дальнейшем уже в следующей главе вот и в главе мой который мы будем читать мыть и там же тоже написано что когда всевышний заключает новый союз с моими его сыновьями он там говорит очень важную вещь что он больше не будет устраивать вот этого потопа не будет стирать с лица земли человека почему сказано потому что ки яйцер лев гадам равен и урав потому что яйцер желание я сердце человека плохое ну с малолетства ну кто-то с рождения говорит кто-то с губертатного периода кто-то вот с периода полового созревания и так далее то есть что на самом деле вот это вот место которое было определено место злого места это мысли сердца человека мысли сердца человека это всегда они наполнены к плохому ну я этому как бы так если более четко и ясно выразить что а мои эгоистические корыстные желания которые естественно связаны с желаниями брать своими потребностями приобретать они на самом деле связаны с тем что мы называем раб плохое и вот это вот место находится именно не просто в сердце а в мыслях сердце сердце может мыслить но мы говорим так чувствовать чувствовать эмоционально воспринимать вот этот эмоциональное восприятие она и есть источник вот этого плохого плохо ли это наши мудрецы вы вообще сказали что если бы не было бы вот этого дурного начала то человек на самом деле ничего бы не создал детей бы не рожал дом не построил бы то есть не было бы у него амбиций ничего не появился он ничего не делал без амбиции ничего не делается значит амбиции это хорошо другое дело куда они направлены и к чему человек стремится какие он цели перед собой ставит но амбиции сами по себе это наверное здорово поэтому вот этот самый есть сыра плохо ли это или хорошо ли это или это такое оружие которая силу того как ты его используешь может быть направлено как в одну сторону так и в другую а то что хорошее это всегда хорошо но не может плохую сторону быть направлено мне кажется что понятие хорошо и плохо они настолько пронизаны друг другом они настолько проникают друг в друга что вся проблема как раз этом была когда все очень сказал не трогайте плоды древо познания добра и зла ведь просто потому что добро и зло там было перемешано там было не ясно где добро где зло и человек съем этот плод вот открыв этот ящик пандоры выпусть все это перемешанном состоянии просто не мог разобраться что такое добро и что такое зло если бы четко и ясно нам сказали вот это вот хорошо это плохо вот как до шестого дня творения вот это было хорошо 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 а в шестой день творения возникает что-то что называется раб плохо она перемешивается с тем называется хорошо и мы не в состоянии это определить и наверное наша задача всякий раз не рубить с плеча а понимать что заявляя о чем-то хорошо это или плохо на чем мы основываемся на личной выгоде на личном восприятии на чем что такое хорошо что такое плохо поэтому ответить собственно на этот вопрос практически невозможно невозможно можно конечно сказать допустим что ну всякое проявление эгоизма это плохо опять таки нет а если эгоизм направлен на ну какие-то благие цели допустим я действительно хочу приобретать там знания или еще что-то ведь это может принести пользу в конечном итоге и не обязательно желание приобретать это отрицательные желания желание отдавать могут на самом деле послужить большое беду причиной большой беды тоже ведь это все достаточно очень относительно поэтому вот я и заявляю что добро и зло добро и зло в немое равнодушно добро и зло понятия на на самом деле настолько связанные друг с другом что порой мы не можем отличить одно от другого и в силу определенных обстоятельств одно выдаем за другое и вот вам пример например катастрофа в недельной главе 0 описаны две катастрофы катастрофа потопа и катастрофа связанная с расселением людей смотрите с точки зрения человека конечно же простого человека и даже даже не но и даже не но и праведникова поколения его семьи простого человека который жил те времена конечно же потоп это беда конечно же потоп это плохо конечно же потом это уничтожает его его близких и ничего хорошего в этом нет с точки зрения человек а с точки зрения всевышнего обратите внимание вот два имени всевышнего первое имя элоким а второе вот это четырех буквенное имя ведь элоким это тот кто создавал природу судья качество судьи который всякий раз утверждал хорошо 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 потом возникает 4 буквенное имя и мы говорим через это имя выражается милосердие и тогда возникает человек создается человек то есть милосердный создал человек двое имя элоким судья и 4 буквенное имя это милосердие вы не обратили внимание в тексте кто планирует потоп вот двое имя вы наверное может быть не обращали внимание и читали в русском переводе там непонятно какое имя и имеется в виду но если вы посмотрите еврейский текст то вы наверно очень удивитесь что потоп планирует милосердие все что связано с потопом там четырех буквенное имя прямо вот смотрите с восьмой главы до даже не 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 с восьмой раньше 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 вот когда вот всевышний это конец конец главы берешит шестая глава да прямо с восьмого с восьмого стиха шестая глава восьмой стих сразу и увидел милосердный что увеличивается зло человека на земле и все его побуждения мысли сердца только козлу каждый день и нас зажалел милосердный что сделал человека на земле и огорчился в сердце своем ну здесь нужно комментировать и сказал милосердный сотру человека это адам ашер барате сотру я человека которого сотворил все это говорит милосердный милосердный который должен проявлять милосердие говорит о том что вот так вот все пришло к этому вот вот такому плохому состоянии и милосердный говорит о том что он сотрет человека милосердный хорошо или плохо ну мы считаем что милосердный это вроде как хорошо может быть и потом хорошо а кто исполняет все если вы посмотрите главу ноль с ноем кто все время беседует практически все время с ним беседует и лаким практически все время с ним разговаривает судья и потоп наводит судья все судья и новый новый союз заключает судья там один раз только упоминается имя милосердного когда приносит жертвоприношения и вот этот вот всевышний ощущает их и там возникает 4 буквенное имя милосердного а так все время судья получается что милосердный замыслил потоп а судья его реализует а дальше возьмите вторую катастрофу люди собрались чтобы построить город и башню и кто рушит их планы кто разрушает их планы судья или милосердный 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 разрушает их планы получается очень странно что всевышний под именем милосердный 4 буквенным именем проявляется как судья ну правда мы и утверждаем что милосердный он судья милосердный он судья мы об этом говорим на исходе праздника йома кипурим но в данном случае все таки интересно мы же говорим о добре и зле значит мы говорим что катастрофа это наверное зло по крайней мере для человека но она планируется милосердным то есть тот кто должен защищать человека люди собрались все вместе совершенно замечательно живут одной дружной семьей один язык у них у них задумали нечто грандиозное кто их расселяет по всей земле милосердный не судья милосердный как бы с нашей точки зрения поступает не по доброму по злому вот этот парадокс и его нельзя пропускать потом следующее вы же понимаете что всевышний все известно изначально ведь это же не новость потом говорит и увидел всевышний что испортился человек и зло стало увеличиваться и прочее и прочее и что для Всевышнего это был секрет он до этого не знал что так будет если для Всевышнего что-то неизвестное конечно же нет он же все заранее знает значит я могу рассматривать эти катастрофы для человека как некий план действия для Всевышнего у Всевышнего это был план действия и он я думаю абсолютно не связан с тем чтобы наказывать или награждать это не то что он всевышний не знал потом ахнул увидел ахнул и решил наказать нет конечно же это не так все это было в замысле и так называемая катастрофа так называемого потопа и расселения это были замыслы которые формируют формирует человека и человеческое общество знаете как интересно ведь чего начинается собственно сотворение всего создание семьи заметили да потому что когда Всевышний увидел что Адама делал он сказал плохо человеку быть одному и сделал ему эзеркенегдо помощник против него сначала это были животные которые не оказались помощниками потом это оказался показалась женщина ну и написано создал человека мужчину и женщину создал их то есть вот человек это есть мужчина и женщина это начало семьи и сказано что вот мужчина должен прилипеться к женщине и так далее и станут они одной плотью и будут порождение и будут порождение и собственно вот это вот есть видимо замысел творца потому что он сделал он создал человека создал семью семью как основу и вот эта семья увеличивалась 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 и смотрите к чему она пришла к моменту что стало больше женщин написано на земле чем девушек чем мужчин и появились сыновья великих имеется ввиду сыновья правителей и они брали себе в жены кого хотели то есть они на самом то деле стали разрушать семью они стали идти против семьи если же женщина находится с кем-то в каком-то союзе она становится запрещенной другому мужчине но для этих людей видимо для сынов великих этого запрета не существовало и они брали кого хотели и это был один из моментов который привел к уничтожению уничтожению всего не уничтожению я оговорился к тому чтобы написано стереть все живое это не уничтожение всего живого если человек создан из праха то это как бы его растворяет вода его растворяет вода растворяет прах и он приходит в свое первоначальное состояние хаоса это не то что взять и уничтожить и ничего нет нет просто состояние хаоса кроме семьи ведь Ной это семья и там делается акцент на этом Ной жена сыновья жены животные муж жена написано по парам очень важен вход и выход как они заходили как они выходили из этого ковчега потому что во время этого плавания годичного у них не было супружеских отношений практически они были запрещены поэтому входили сначала мужчины потом входили женщины а вот уже выходить всевышний ему разрешил уже выходить по парам лот жена сыновья женами хотя они тоже вышли сначала мужчины потом женщины то есть на самом то деле вопрос стоял в том что нужно было создать семью и вот сейчас я вам расскажу свою точку зрения почему вот необходимо было устроить вот это вот стирание людей была выбрана вот такая вот семья да а все остальное было стерто что было перед потопом ведь когда животные спариваются они спариваются по виду своему и в определенный момент животные не спариваются в любое время там года нет есть определенный момент когда у них это происходит у человека это происходит всегда нет какого-то определенного момента и там написано домино по виду его то есть человек может нарушить вот этот запрет вида и может спариваться не только себе подобными и могут быть гомосексуальные браки не только гетеросексуальные браки поэтому у человека это расширяется теперь так если именно соединение людей доставляет человеку такое удовольствие может быть человек будет этим заниматься только ради этого удовольствия но понятно что человек должен заниматься этим не ради не только ради удовольствия но и ради продления рода человеческого так вот мне кажется что что произошло перед потопом оно необходимо было чтобы оно произошло когда вот эти вот сыновья героев стали брать девушек которые хотели и написано что у них рождались гибурим герои то есть мужчины и женщины когда они вступали вот в эти вот браки какие они в себе хотели выбирать то есть никакого запрета практически не было а дети их были уникальными они были гибурим герои они были и ростом хороши и с собой хороши и умны то есть это было такое идеальное потомство то есть люди когда они соединялись мужчины и женщины соединялись друг с другом они не только удовольствие получали они видели что их потомство гораздо лучше их и для для них было потомство желанным я думаю что вот это было и как бы вот людям привили привили вот это отношение к потомству не только наслаждение от общения мужчины и женщины но и потомство доставляет определенное удовольствие и радость вот когда это было внедрено тогда часть была убрана и выделенное семейство с этими же свойствами которые продолжила жизнь дальше чтобы создавать дальше все как надо все остальное но грубо говоря я не могу на эту тему рассуждать потому что я не могу входить в планы творца я только вот говорю о том о чем я могу рассуждать читая этот текст то есть я хочу сказать что конечно же то что мы называем семейный потоп это не катастрофа человеческая это определенный этап строительства всевышнего в котором я усматриваю именно то что человеку было привили человеку желание иметь потомство не только наслаждение от общения полов но и желание иметь потомство в этом я вижу цель цель потопа и особенно предпотопного момента и также можно рассуждать о построении башни и города и башни ведь город он был неминуем первым кто построил город был был каин город это среда обитания человека у человека есть своя среда обитания которую он должен построить это называется город тех не может жить на открытой природе животное он должен свой мир построить и этот мир называется город потому что человек он общественное существо а он не может вы можете жить один но он живет общиной и поэтому вот эта вот семья создавалась создавала создавалась в это была огромная семья которая поселилась долине шина но всевышнему нужен был не только один народ и не только одна семья ему нужны были народы и я думаю что вот все вся история савилонской башни это как раз история создания народа народ и семья это не одно и то же конечно это достаточно противоположные основания семья она экстравертная стремится расшириться завоевать пространство народ стремится сохранить себя он интровертный он во внутреннеправленный понимаете для семьи состояние мира самое главное а для народа состояние войны самое главное потому что народ тебя защищать поэтому нужно было превратить семью большую семью в народы и это произошло именно через вот историю строительства вилонской башни поэтому тоже в этом особо такой катастрофы с нашей точки зрения может быть да люди перестали это социальная катастрофа люди перестали понимать друг друга действительно катастрофа социальная но с точки зрения творения и дальнейших этапов развития это было необходимо то есть сначала создали семью она была огромной потом из нее сделали народы и чем заканчивается глава 0 снова всевышний переходит к семье теперь эта семья уникальная авраам нутерах авраам и так далее она даст начало народу который сохранить себе статус семьи если мы говорили что семья это экстравертная это мир это расширение а народ это интровертное это замыкание это состояние войны то та семья которая возникнет в дальнейшем да от авраама и будет в дальнейшем называться еврейским народом она заключает себе два начала она и семья и народ и экстравертная и интровертная наверное поэтому уникальная роль этой семьи народа которая может впускать себя других людей они тоже становятся частью этой семьи в том чтобы все народы на самом-то деле превратить обратно в семью и тогда перекуются мечи на орала совершенно невероятная вещь потому что для народов свойственна война а для семьи свойственный мир поэтому перековать мечи на орала то есть меч на плуг это превратить народ обратно в семью поэтому всякий раз читая тот или иной текст старый не нужно огульно тут же просто с нашей человеческой точки зрения и с нашей логики обсуждать то что на самом деле повторение немножко не так начиная с того что такое хорошо что такое плохо большой вопрос и не надо сразу отвечать и думать что мы ответили правильно и по поводу того является то или иное действие всевышнего катастрофой и не является ли она плановым действием я думаю что все что написано в тарье и то что замысленно и сверстно всевышним это его плановые действия для него нет особых новостей он все знает наперед но вот такие вот может быть немножко сумбурные мысли во мне возникли читая вот эти две главы первую и вторую я с вами поделился и и наверное для того чтобы чему-то вас научить наверное не поэтому не для этого просто для того чтобы подтолкнуть вас к рассуждениям чтобы начали над этим думать и размышлять и тоже может быть вот делали свои какие-то открытия всего хорошего шаббат шалом и удачи удачи